Благотворительные проекты на 177 миллиардов тенге реализует фонд Казахстан Халкана. В регионах страны налажена работа девяти реабилитационных центров. Приобретено уникальное оборудование, которое используют для детей со сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Каждый социальный проект фонда Казахстан Халкана – это спасенные жизни. Сейчас в 15 проектах социальной поддержки и реабилитации вложено больше 15 миллиардов тенге. Причем спектр благотворительной помощи расширяется. Через фонд в Казахстан впервые завезли 11 наименований лекарственных препаратов для детей и взрослых, в том числе самых дорогостоящих в мире. Обеспечена реабилитация 296 пациентов с тяжелыми заболеваниями. 26 малышей направлено на лечение в Россию, Южную Корею, Турцию и США. А в масштабах 20 миллионной страны – это единичные случаи спасения детских жизней, которые должно быть все больше. Фонд Большую Лепту вносит в развитие инфраструктуры реабилитационных центров. У нас сейчас реализуется проект реабилитации домашних условий. И фонд обеспечивает по показаниям врачей индивидуально подобные технические средства реабилитации, которые будут выдаваться временно. Решение Минска запретить ввоз из Литвы ряда товаров не коснется физических лиц. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Накануне правительство запретило ввоз одежды, продуктов питания, шин и покрышек. Это ответ Минска на санкции Вильнюса. При этом полностью импорт из Литвы не перекроют. Возить товары нельзя только через общий участок границы. Запрещено возить не только приобретенные, но и произведенные в Литве товары. Ранее подобный импорт не превышал 6 миллионов долларов в год. Головченко отметил, что новые меры никак не отразятся на экономике Беларуси. шаги, которые осложняют ситуацию на границе. Вы прекрасно знаете, что из ранее действовавших шести пунктов пропуска на настоящий момент функционируют лишь два. В Министерстве здравоохранения подвели итоги работы за прошлый год и обсудили курс на этот. Коллегия прошла в медуниверситете. Отметили успехи преобразования межрайонных центров. Клиники пополнились новым оборудованием. Вместе с тем есть и недостатки. А значит, впереди решение вопросов. В приоритете реальная и эффективная работа на результат. Отдельное внимание – это развитие протезированию. В этом вопросе значительный шаг вперед. Впервые изготовили и установили отечественный коленный сустав. Сейчас в клиниках порядка шестисот таких комплектов. Устанавливают и тазобедренные. Работа не останавливается. В этом году имплантация продолжится. Всего собираются установить больше 17 тысяч эндопротезов. Из них 4 тысячи тазобедренных и порядка двух тысяч коленных суставов. Государство на сегодняшний день вкладывает значимые средства в медицинскую сферу и ожидает от медицинского сообщества качественного эффективного труда. В этом отношении граждане должны почувствовать ситуацию, в которой перемены ими ощущаются, и они чувствуют это качество. В 23-м году травматолого-ортопедическая служба работала с максимальным напряжением. При плане в 10 тысяч эндопротезирований было имплантировано более 13 тысяч эндопротезов. Лист ожидания по республике уменьшен по тазобедренному суставу до года с небольшим, по коленному суставу до двух лет с небольшим. Группа южнокорейских ученых разработала новый продукт питания. Речь идет о гибриде риса и мяса. В эксперименте использовали говядину, рис и рыбный желатин. Новый продукт по вкусу и текстуре напоминает говядину с рисом, однако содержит больше белка и жира. Эксперты считают, что рис и мясо подойдет космонавтам, военным, а также жителям стран, где наблюдается продовольственный кризис. Стоимость одного килограмма продукта составляет 2 доллара. На его выращивание уходит до 10 дней. Тысячи фермеров вновь вышли на протесты в столице Индии. Демонстранты заблокировали центральную площадь города, требуя ввести минимальные закупочные цены на 23 вида сельхозпродукции, в том числе на приобретение зерна, кукурузы, хлопка и бобов. Они скандировали лозунги и несли плакаты с надписью «Да здравствует коалиция фермерских союзов». На этот раз аграрии предварительно получили разрешение у властей на проведение акции, однако при условии, что они не задействуют на митинге сельхозтехнику. По словам местных правоохранительных органов, акция носила преимущественно мирный характер. Инцидентов зарегистрировано не было. Отметим, протесты в стране продолжаются больше месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова